Библиотека Писан фонд, то есть мы почистили фонд очень колоссально, чтобы освободить полки под новые книги. По национальному проекту культура учреждение получило 5 миллионов рублей. Но перед тем, как навести здесь красоту и поставить новую мебель и технику, город помог выполнить капитальный ремонт. На это ушло почти 6 миллионов рублей. В здании, которое не видело ремонтных работ почти 50 лет, заменили все системы жизнеобеспечения. Отопление, освещение, сантехнику, двери, пол и потолки. Я очень любила здесь находиться, даже когда она была не так уж и новая. Но теперь мне так нравится здесь. Я очень здесь люблю находиться теперь. Я всегда любила детские библиотеки. Здесь можно и почитать, и теперь поиграть, заниматься творчеством. Все здесь можно делать. Все интересно так. Конферент-зона, сцена, компьютеры и доступ к Национальной детской электронной библиотеке. Появились уголки для малышей и подростков. Есть уютное место для ожидания, пока дети зачитываются литературой. А ее здесь очень много. Получено более двух тысяч книг. Мы, Молкоград, и, наверное, первые шаги, такие основные шаги, которые мы должны делать, именно модернизировать нашу социальную сферу, систему образования, библиотечную систему. Это залог того, что мы будем в дальнейшем в Российской Федерации флагманом, который, по сути дела, будет диктовать новые технологии, новые идеи на пути развития нашей страны. С помощью очков виртуальной реальности посетители смогут увидеть космос, Эрмитаж и даже Елисейские поля. Перед нами библиотека нового поколения. И такой статус позволяет выйти на следующий вектор развития и войти в проект «Гений места». Это проект такого направления, как креативная индустрия, когда на базе библиотеки формируется команда детей, молодых людей, которые обучаются различных компетенциям, каким библиотека выбирает это направление сама. Это могут быть дизайнеры, блогеры, музыканты. В общем, в зависимости от выбора той команды и тех интересов и компетенций, которыми вводят сами люди, работающие здесь. Сегодня детскую библиотеку, так сказать, поставили на рельсы. А в скором времени здесь также появится инфраструктура для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий. День с толком.